Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спортивная Оренбуржья» с вами Анатолий Юденич. Мы расскажем вам о главных событиях из мира спорта и физкультурного движения, турнирах и матчах, победах и куда без них поражениях. И в сегодняшней, первой передаче вы увидите. Баскетбольный финал Кубка страны в Оренбурге. Могучая УГМК лишь четвертый, а Курская «Динамо» переворачивает все с ног на голову. Золотой фонд. Губернатор Юрий Берг чествует лучших спортсменов и тренеров. Все массы на трассу. По стране прокатилась ежегодная лыжня России. Начинаем с центрального события этих дней. Баскетбольный финал четырех женского Кубка России уже во второй раз проходил в Оренбурге. Болельщики стали свидетелями яркого зрелища и незабываемой драматичной борьбы четверки лучших команд страны. Телеканал УРТ «Планета» вел прямую трансляцию этого события, никого не оставившего равнодушным. Действительно, все четыре матча удались на славу, а главный фаворит практически любого турнира УГМК стал лишь четвертым. В первом полуфинале ему противостояла самая молодая, если не сказать юная, команда премьер-лиги, подмосковная «Спарта». Была битва, уступать никто не хотел. Молодежный задор против опыта, борьба нервов. Тренеры обоих коллектива хватали за голову, настолько часто промахивались игроки. Основное время победителя не выявило, а в овертайме состоялось всего три результативных броска. Два из них на счету «Спарты» и со счетом 65-63 она вырвала победу. Не менее интересным получился и второй полуфинал – «Динамо-Курск», «Надежда». Соперники были достойны друг друга. В счете по перемену вела то одна, то другая команда. В третьей четверти наши, уступая 46-49, вроде бы сумели переломить ситуацию и повели 56-50. В нужный момент полетели трехи у Алены Кирилловой. Под обоими счетами билась Наталья Вьеру. Но совершенно неудержимы в этот вечер были у «Динамо» Кристина Аликина и Эпифания Принц. И наши-то играли действительно здорово, но «Динамо» показала, наверное, свою лучшую игру. И это при том, что отыграло матч одной пятеркой практически без замен. Еще за минуту до финальной сирены ничего не было ясно, но концовка осталась за гостями – 76-71. И в итоге ожидаемое противостояние у ГМК «Надежда» случилось не в финале, а в матче за третье место. Где все стало ясно уже в первой четверти, чемпионки поначалу выглядели просто деморализованными. «Надежда» напротив ворвала и металла – 27-11. Так хозяйки и довели дело до логического завершения – 70-56. Впервые за долгое время победив у ГМК, наши взяли бронзу кубка. За нас пришел болеть весь зал. Мне хочется расплакаться от счастья, от того, насколько я счастлива, из-за того, что нашу команду «Надежда» любят в этом городе, просто обожают. Эти радостные, светлые глаза, эти горящие сердца – это, наверное, мне запомнится на всю жизнь. А сам трофей достался «Динамо». В финале главная сенсация турнира «Курская команда» уверенно разобралась со «Спарты» – 68-49. Итоговый расклад и предсказать было невозможно. Специалисты в один голос хвалили «Оренбург» за организацию финала четырех. Но и в спортивном плане. Скептики, предрекавшие, что отсутствие в составах иностранных баскетболисток объединит игру, оказали посрамлены. Получилось суперзрелище. И теперь возникают идеи проводить в «Оренбурге» матчи национальной женской сборной. Международная тема. В «Оренбурге» в центре настольного тенниса состоялась встреча клубной лиги европейских чемпионов. В ответном четвертьфинальном матче розыгрыша наш «Факел» «Газпром» играл с немецким Сар Брюкеном. Судьба с опаской ожидавшегося противостояния решилась в первой игре в Германии, когда «Факел» в сухую разгромил хозяев. И сейчас нашим достаточно было взять всего одно очко на троих. К всеобщему удивлению открывать матч вышел Алексей Смирнов. Нашему третьему номеру противостоял чемпиону Европы Тиаго Аполлония, который и выиграл первый сет. Однако затем Алексей продемонстрировал свой лучший теннис. Зеркально выиграв вторую партию 11-9, в третьей он подверг соперника форменному унижению 11-3. А в четвертом сете зрители стали свидетелями довольно редкого явления. Теннисист, проигрывая 5-10, без права на ошибку, берет 7 очков подряд. Именно это сотворил Смирнов и «Факел» в полуфинале. Я играл с ним уже до этого, раз в три, наверное, я выиграл пока все. Сегодня было тяжело, как-то в начале все тяжело начиналось. Но не в третьем сете, 11-3. Да, но все полетело. Не просто все, это выглядит так, что все просто, не просто. Во второй паре Дмитрий Овчаров поначалу никак не мог поймать свою игру. Отдав французу Матене стартовый сет, он уступал и во втором. Но буквально зубами вцепился и вырвал таки победу, 12-10. Но отдавать Дмитрию такие шансы смерти подобны. Далее копия Смирновского поединка, 11-3 и 12-10. Причем на больше меньше со счета 7-10. Иногда в своем теннисе 1-2 очков могут все повернуть. И как-то он удачу начал в этих сетах. Я как-то не мог освободиться и как бы всю мою игру показать. И как второй сет выиграл, меня чуть ли отпустило и как бы уже легче стало. Завершали матч Владимир Самсонов и Слободан Груич. Разыграв пару очков, серб, сославшись на травму колена, прекратил мучение Сарбрюкина. 3-0-3-0. Факел на всех парах мчится в полуфинал, навстречу австрийскому недоросту Райху. Сильный клуб, с которым мы никогда не встречались. Он состоит из игроков сборной Австрии, который сейчас только неделю назад закончился Кубок Мира. Эта команда завоевала серебряные медали на Кубке Мира. И плюс еще Хоу Инчао. Очень сильный игрок, китайский игрок в этом клубе. Поэтому это очень серьезный соперник, и к нему мы будем серьезно готовиться. Первый полуфинальный матч в Австрии в середине марта. Награды звездам. В зале торжества областного правительства состоялось ежегодное чествование лучших спортсменов и тренеров. Губернатор Юрий Берг вручал премии, стипендии и гранты тем, кто приносит Оренбуржью в спортивную славу. Сегодня фигуристы Катя Кузнецова и ее партнер Дима Пархоменко – самые младшие участники церемонии. На коньки они встали практически сразу, как научились ходить. Девять лет в спорте и два года в паре. Как итог – призовые места на международных и всероссийских турнирах. Готовимся к спартакиаде. Мы будем выступать по КМС. Еще больше тренировок. Тренеры начинают делать прокаты, прокаты. Без тренера мы бы ничто не сделали. Спасибо ему. Всего в зале полсотни лучших спортсменов и тренеров. Здесь боксеры, дзюдоисты, баскетболистки и легкоатлетки. Все те, кто прославляет нашу область на весь мир. Жесткий график и многочасовые тренировки. Этих людей сложно напугать трудностями. Может быть, именно поэтому и у девушек бойцовский характер. Проигрывать они не привыкли. Я стала вторая на чемпионате России по боксу. Не скажу, что я там проиграла. Просто так получилось. Через месяц уже будет чемпионат России. И там я думаю, что стану первой. Вообще для оренбургских боксеров этот год стал очень успешным. Спустя 20 лет Габил Мамедов становится призером чемпионата России по боксу. Радовали дзюдоисты. Анастасия Турчева завоевала сразу две награды на юношеских олимпийских играх в Китае. Прыжки на батуте принесли нашей области сразу 25 наград международных и всероссийских турниров. В этом году отбор на чемпионат мира и первенство мира. Постараемся отметиться и попасть на эти соревнования. Есть люди, претенденты. Я это чувствую, это вижу. Ребята стараются. Не хотелось бы, конечно, чтобы наперед загадывать. Но вот есть такое ощущение, что попадем. Всего в прошлом году на официальных стартах мирового, европейского и всероссийского уровней Оренбургскими спортсменами завоевано 254 медали. Из них 84 – золотые. В разгар зимы спортивный комплекс Олимпийский областного центра был загружен на всю катушку. Один за другим проводились матчи волейбольной суперлиги, турниры по боксу и борьбе. В последний день января состоялся традиционный турнир по вольной борьбе среди кадетов на призы дважды герой социалистического труда Василия Чердинцева. Для соревнований областного уровня турнир более чем представительный. В нем приняли участие около 170 девушек и юноши со всех территорий Оренбуржии, где культивируется вольная борьба. На двух коврах, уложенных в зале Олимпийского, проходили жаркие схватки в 11 весовых категориях у юношей и в 10 у девушек. Шла проверка боем ближайшего резерва. Турнир был отборочным на участие в первенстве Приволжского федерального округа, который пройдет опять же в Оренбурге в конце февраля. 19-й открытый всероссийский турнир класса «Б» среди юниоров на призы администрации Северного округа Оренбурга – одно из наших фирменных соревнований. Более семи десятков боксеров сражались за звание сильнейших в 11 весовых категориях. Они представляли Башкортостан, Удмуртию, Чувашию, Самарскую область, Пермский край. Самая представительная делегация, что неудивительно, оказалась у хозяев. До этого я не участвовал, я как раз на сборах был в это время и не попал на турнир. Несмотря на то, что в турнир класса «Б» приезжают хорошие и сильные соперники, и приходится, я не знаю, бороться за победу, тяжелую мучать, конечно, не будет. В итоге наши взяли не только количеством, но и качеством, отдав гостям лишь три золотые медали. Оренбургская команда была сильна, как никогда. Тренеры дали возможность проверить свои силы на домашнем ринге, уже титулованным Варанкину и Хлебникову. Давно известны на российской арене Журавлев и Таран. Все они ожидаемо стали победителями турнира. Также золото завоевали оренбуржцы Калмыков и Бибиков, Кузнецов из поселка Красногвардеец и Инсапов из Орска. Инсапов помимо медали, диплома и кубка получил приз зрительских симпатий, а Таран – приз президента Федерации бокса. Также лауреатами стали Калмыков в номинации за лучшую технику, а Бузулучанин Тамразян за волю к победе. Лучшим боксером турнира был назван 17-летний Журавлев, получивший главную награду – айфон последней модели. Спустя считанные дни в старейшем и самом авторитетном зале школы Олимпийского резерва имени Васильева уже на юношеское первенство области собрались боксеры Изорска и Новотроицка, Бузулука и Бугуруслана, Оренбурга и Соли-Леска, Октябрьского и Красногвардейца. Поединки проходили в 14 весовых категориях. Юношеский регламент – три раунда по две минуты. Тренеры сборной области по этому возрасту никого не упустят. Здесь собрались самые перспективные. Сначала состоялись первенства городов, и их победители отправились в Оренбург на жестокую конкурентную борьбу. Игровые виды спорта. Благодаря телеканалу ОРТ «Планета» зрители могут окунуться в атмосферу матчей от ножа чемпионата высшей лиги по хоккею с шайбой, где без права на ошибку бьется Южный Урал. Другой наш клуб высшей лиги по хоккею с мячом чувствует себя вполне комфортно. Локомотив дома не проигрывает, если не считать техническое поражение с универсалом. Последняя серия на стадионе Оренбург – шесть побед в шести матчах. Вернули должок Никельщику – 6-2 и 8-1. Следом подвергли унижению «Динамо Маяк» – 13-0 и 18-5. И также уверенно разобрались с дублем «Казанского Динамо» – 6-1 и 9-3. Как следствие – единоличное лидерство в таблице второй группы. В середине февраля примем ближайшего преследователя – уральский Акжаик. Концовка регулярного чемпионата – всегда жаркая пора. В середине сезона Орский Южный Урал чувствовал себя довольно спокойно, находясь в середине таблицы. Но черная полоса из пяти проигранных подряд матчей выбросила наш клуб из зоны плей-офф. И теперь необходимо все выигрывать, чтобы туда вернуться. Причем играем с прямыми конкурентами, которые в похожем положении и бьются насмерть. В домашней серии арчане сначала в отличном стиле обыграли волжскую Ариаду – 4-1, а в субботу в упорнейшей борьбе уступили Альметьевскому нефтянику – 1-2. Завершающий матч с казанским «Барсом», после чего отправимся добывать очки в гостях. В минувшее воскресенье прошла очередная «Лыжня России» – наша национальная идея – брендовое мероприятие, по масштабу входящее в книгу рекордов Гиннеса. Конечно, Оренбуржье в стороне не осталось. Тысячи поклонников здорового образа жизни встали на лыжи. В зауральной рощи областного центра побывала Алина Альбукаева. Одни из первых стартовали семьи. И пусть этот забег не самый скоростной, но зато самый дружный. Главное – не обогнать, а поддержать свою семью. Здесь собираются сразу несколькими поколениями. И для многих семей участие в «Лыжней России» становится доброй традицией. У нас это уже четвертый забег. Мы участвуем каждый год всей семьей. Папа, мама и двое деток. Объединяет народ. Потом пропаганда здорового образа жизни, пропаганда спорта. «Лыжня России» – это та гонка, где не так важен профессионализм, как стремление поддерживать здоровый образ жизни. Может быть, именно поэтому здесь такое количество возрастных участников. Один из них – Александр Николаевич. В свои 62 года он готов дать фору любому молодому участнику. Мы все друг от друга заряжаемся. У нас очень хорошее настроение. Это очень хорошо сказывается на здоровье. Поэтому один сегодняшний день равен, наверное, месяцу каких-нибудь индивидуальных тренировок. По традиции в этот день в праздники участвуют и первые лица города. И, конечно, одной из них стала Елена Кальянова, двукратный бронзовый призер по биатлону Олимпийских игр в Альбервилле. Для нее это событие имеет особую важность. А когда вот такие массовые мероприятия проходят, здесь же приходят семьи, приходят друзья. И это очень здорово, что действительно в такой вот воскресный день люди предпочли отдых дома именно здесь, в лесу, на лыжне. Дистанция два километра. До финиша дошли не все. Несмотря на то, что погода была удачной для лыжной гонки, дистанция оказалась непростой. Поэтому попадание в первую десятку считалось уже хорошим результатом. Важно было грамотно распределить силы, признаются опытные участники. В самом начале пытался вырваться, потому что все рвали, чтобы потом не запутаться в толпучке. Ну а дальше уже как получалось. Ну осталось уже, чувствовалось. Победители забегов были награждены почетными грамотами и кубками. Заряд бодрости и хорошего настроения будет сохранен надолго. В эти дни Россия заново переживает триумфальное время. Год назад в Сочи началась такая славная для нас зимняя Олимпиада. Блестяще проведенная и блестяще выигранная. Это стало успехом всей страны. Свой вклад внес и наш телеканал. Мы ввели прямую трансляцию эстафеты Олимпийского огня в Оренбурге. Девятичасовой марафон. Об этом уже в следующей программе. А нынешняя завершена. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова